всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы мы на джип сафари доехали уже до водопада его наверное видно вот там вот чуть-чуть внизу в общем потрясающее ощущение нам нравится поэтому когда приезжайте в алании вы тоже приезжайте обязательно берите тур на джип сафари потому что здесь много всего вы увидите практически все крестности алании это того стоит поэтому поехали все собрались наши все джипы у нас четыре машины сейчас едем на панорамную точку смотреть виды алании но и потом горы ира мы приехали на какую-то панорамную точку на которой я кстати еще не было но может быть было но мы заехали совершенно с другой стороны и я вижу же друзья туда открывается такие потрясающие виды друзья добро пожаловать всех на наш тур для сафари и первоначально в аланию сначала представлюсь меня зовут мурат сегодня я буду вашим экскурсоводом и папарацци друзья здесь начинается наша первая остановка это смотровая площадка алании то что вы сзади видите это крепость алании в ущелье а после отсюда мы отправляемся в водопад кады пенат водопад в водопаде у нас будет 20 минут времени в протяжении этой времени мы можем купаться в водопаде сфоткаться полюбоваться красотой после террасы загружаемся снова в наши машины и отправляемся дальше панорама очень красивая обязательно советую съездить если есть вариант где-то вот как настя говорила ближе к вечеру на автобусе и вечером вообще будет отлично садитесь на восьмой автобус и центр алании и поднимайтесь на самом верх на террасу лучше ехать пораньше утром и вечером оттуда просто вообще супер потрясающие виды открываются билет на автобус сколько стоит 3 лиры он стоит ну да а вы вчера на дымчай же ездили да 3 лиры даром черно и и а а а а и а а и а а не по дороге мне очень нравится мне очень нравится сафари но немножечко ручки на трясутся потому что как бы у тебя нас не сказала что у меня двое дома детей когда я здесь и начинается штат но вообще это того стоит старается гонять чтобы было адреналин адреналина эмоции так а сейчас мы приехали на какой-то водопад на котором я кстати тоже сама не было вот этот мальчик экстремал да а а а но очень круто что мы приехали сюда одни из первых спасибо тебе большое потому что мы увидели поток туристов который просто не заканчивается и здесь уже несколько сотен поэтому если вы приедете позже и не с ним то вам придется в лягушатнике купаться обязательно не забудьте со мной плечи у нас очередная остановка для панорамного фотографирования ира фоткает машины вот сколько нас 4 джипа сейчас я вам покажу потрясающе красивый панорама нас очередная остановка нас привезли в деревню и в мечеть показывают туристам как устроена мечеть в турции здесь вот такой вот интересный минарет у мечети но к сожалению минарет пустой и внутрь туда пройти не получится нас привезли в традиционный турецкий дом в деревне акчаты вот такой у нас тоже маленький турист все смотрят с удовольствием им так нравится да и очень красивый здесь как-то ой я уже что-то ударилась но это нормально да здесь традиционный ткацкий станок ой блин я сейчас точно что здесь сломаю ступа для того чтобы нет носить например что-нибудь из деревне по из сада а это что такое какая-то с отверстиями штука непонятно а здесь еще камешки были что-то они не знаю это неизвестно он и он и он и сама белье корзина это для хлеба корзина для хлеба вот эта ступа что-нибудь насти в работе да это не знаю что какая-то какая-то штука это для того чтобы готовить я вот это что такое вот это а а вы шиндо айрам я я вот две сама белье там камешки вставляются сама белье что привязывают коню на конь впереди идет ли он собираю на на холле косит или то есть так вот или собирает хочет или пашет и не собирает костюм вот такая здесь есть тарелки железные сапоги и как-то покинем мой размерчик античный много всего просто перекут а лепешки лепешки сапоги лепешки и вот так вот делают лепешки а сейчас не будут делать лепешечки А здесь что? А здесь у них лепешечки. Ой, посмотрите. Там готовые лепешки. Какая красота. Настя, расхитите меня. А как долго они хранятся? Как там не видно? Что? Ты же не видишь, что ты снимаешь. Что ты снимаешь? Вот, не сюда снимают. Взяли вот такие вот герзлимешки и воды. Очень-очень вкусно. 6 лир. Без завтрака много. Скоро у нас будет обед. Мы приехали на дамбу. Но, друзья, в моих видео на канале вы видели уже много видео с дамбы. Поэтому вот так вот она выглядит. Очень здесь, конечно, красиво. Ну, а теперь едем дальше на Дымчай. Алиса! 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 После дамбы мы приехали на Дымчай на пикник. На моем канале уже очень много видео с Дымчая. Поэтому ссылки на дамбу, на видео о дамбе и о Дымчай я оставлю в описании. Смотрите. Ну, а сейчас вам покажем, что здесь нам дадут покушать и как, в общем, здесь все выглядит. Честно говоря, немного подустали, поэтому хочется помыть руки, лицо, присесть и спокойно, вкусненько покушать. Что ты взяла? А, еще все эти самые. Я взяла курицу, Ира взяла рыбу. Очень вкусно поевши. Еле вставши. Это точно. В общем, мы сейчас отправляемся в пещеру Дим. На моем канале уже есть видео с нее, поэтому там сниму чуть-чуть. И, как сказали, фруктовые сады. В общем, друзья, смотрите все дальше, насколько хватит сил. Приехали мы в пещеру Дим. Здесь находится вот такая вот сувенирная лавка. Кстати, вход в пещеру стоит 18 лир, подорожал. Стоил раньше 15 лир, теперь стоит 18. Работает пещера до 7. Сегодня я туда не пойду, друзья, потому что была там раньше. Поэтому в описании к видео смотрите ссылку на ролик из пещеры. Дорогие друзья, вот такое у нас выдалось приключение сегодня.